Доброе утро, я историк моды Анатолий Вовки, это рубрика «История моды». Сегодня мы с вами поговорим об одном из самых культовых советских парфюмах, а точнее о Красной Москве. Прежде всего, мне хотелось бы сказать, что парфюм «Красная Москва» это один из самых величайших советских обманов 20-го столетия. «Красная Москва» — один из самых желанных парфюмов советского периода. Но в чём же был его эффект? Почему женщины хотели именно этот парфюм, а не то, что производила лёгкая промышленность Советского Союза? Вопрос очень простой, и ответ на него будет очень простой. Потому что этот парфюм не создавался в Советском Союзе. Этот парфюм был создан в 1913 году известным парфюмером, который работал на фабрике «Брокар». Его звали Август Мишель. К 300-летию дома Романовых парфюмерный дом «Брокар» и «Ко» решили сделать подарок императрице. Поэтому они создали парфюм, который в последующем будет назван «Любимый букет императрицы». По одной простой причине, что этот парфюм был преподнесён особым образом. Небольшой букет из камнерезных цветов был щедро облит парфюмом фирмы «Брокар». Когда императрица увидела этот роскошный букет, она удивилась и спросила, а почему камни пахнут настоящими цветами? Откуда и название «Любимый букет императрицы»? Этот парфюм заработал несколько золотых медалей на различных выставках. В отличие от парфюма, судьба парфюмера сложилась достаточно трагично, ведь следы его потерялись в одном из концлагерей 30-х годов. Исходя из того, что советская власть расстреляла последнего русского императора, она не могла оставить оригинальное название. Поэтому придумала своё – «Красная Москва». И когда «Красная Москва» завоевала очередную медаль в Париже, как один из лучших парфюмов, никто не сказал, что все медали уже были завоёваны под другим именем. О том, что же ещё скрывала советская мода, обязательно с вами поговорим в других выпусках рубрики «История моды». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин